Почему вы не поставили там внутри? Да это уже, грубо говоря, не ваше дело. Почему? Причина словесных баталий – шиномонтажка. Сервис на улице Юрина открылся в этом году. Ремонтный вагончик выступал на тротуар. Мешал пешеходам, но владелец сервиса пожелания горожан учел. Шиномонтажку сдвинул. Претензии на этом не закончились. Один из местных жителей считает, что сервису здесь все равно не место. Подлежат к нему машины. Не все они исправны. С некоторых течь масла и все прочее. Нарушение экологии. Если проедете по улице Юрина, все шиномонтажки, которые работают, они все благоустроены, красиво сделаны. Но не вот этот вот атовизм. Старый какой-то вагончик привезли, обтянули баннером. Все, я работаю. На Покровской почему вы не хотите установить? Блин, да где установил? Вообще вам зачем эта информация? Да нам мешают люди. Да это вам только мешает, одному. Все люди говорят спасибо, что подстали, что молодец, что есть шиномонтажка. Очень удобный подъезд, всем нравится. А тут дядька пришел, где-то шел злой и что-то не понравилось. А почему вот где все шиномонтажки там не поставили? Не было возможности? Ну представьте, здесь стоит пятерочка, здесь стоит магнит, здесь поставят ленту и три магазина. То есть, соответственно, там шиномонтажек своих хватает. Здесь я нашел место, разрешили поставил. Как удалось выяснить, земельный участок, на котором расположена шиномонтажка, находится в частной собственности. Эту информацию подтвердили в администрации района. Между собственником земельного участка и владельцем нестационарного объекта шиномонтаж заключен договор аренды. Предприниматель уверен, что недовольный мужчина засланный казачок и хочет помешать развитию бизнеса. Александр Феринс настаивает, что он просто ратует за гармоничный облик города, где подобным киоскам не место. Поставьте на Покровский, там здание хорошо выстроено, красиво. Взяли в аренду и также работайте на здоровье. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.